Глава Мариал Александр Евстифеев поручил выделить 18 миллионов рублей Минздраву Республике. Средства будут направлены на закупку медицинского кислорода, а также на переоснащение коечного фонда под больных коронавирусом и пневмониями. Дело в том, что в связи с резким увеличением числа госпитализированных в последние недели выросла потребность в дополнительных местах и ресурсы, без которого многие пациенты ковидных отделений попросту не могут дышать. Всплеск заболеваемости, увеличение числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Все это спровоцировало дефицит медицинского кислорода в ковидных отделениях. На проблеме отдельно остановился глава Мариал во время заседания оперативного штаба. Во всей страны расход кислорода такой, что уже даже мы видим по новостным программам, приостановлены серьезные исследовательские работы в космической сфере и так далее. Весь кислород, имеющийся в стране, направлен на борьбу с ковид. Поэтому уровень ответственности должен повышаться. Никто не поможет заболевшим, если у нас не будет хватать кислорода. Это объективная тема. Как отметил Александр Евстифеев, сейчас прорабатывается вопрос организации производства медицинского кислорода на территории республики. Но для этого потребуется время. А пока жителям стоит задуматься об ответственном отношении к своему здоровью. Сделать прививку пока не стало слишком поздно. Я понимаю, когда у нас 600 человек было больных ковидом. Один из тысячи. Мимо меня это пролетит. Сегодня у нас 20,5 тысяч заболевших. Это каждый 30-й. Уже не пролетит мимо. Уже точно мимо не пролетит. Но определенный слой, сидя на кухне, продолжает говорить, меня не коснется. Коснется. Вот самое страшное, когда я сказал, 83% коих занято, когда родственника привезут в больницу и положат в коридоре, где нет кислорода. После заседания Оперштаба глава МРЭЛ подписал распоряжение о выделении дополнительных средств Минздраву Республики. Это 18 миллионов рублей. Средства будут направлены на закупку медицинского кислорода и на переоснащение коечного фонда под ковидных больных. Но и этого может оказаться недостаточно, если не будет создан коллективный иммунитет. Так в молодых коллективах и в студенческой среде хорошие результаты дают призывы к нравственным принципам. Мы в первую очередь даже не говорим, что вы можете умереть. Мы говорим об эгоизме. Потому что молодежь, она легко болеет, легко заражает других. И говорим, что каждый человек, который сегодня погибает, где гарантия, что это не вы его маршрутки заразили? Где гарантия, что вы его не заразили в магазине и так далее? И поэтому мы говорим, что мы боремся с эгоизмом. Как известно, это любовь. Если вы действительно любите людей, вы не эгоисты, вы как живете в обществе, одна команда. Пока мы едины и непобедимы, надо прививаться для того, чтобы просто не заражать других. А благодаря большому охвату вакцинации в соцучреждениях удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции среди получателей социальных услуг старшего поколения, особенно находящихся в домах-интернатах. У нас уже сейчас началась повторная ревакцинация старшего поколения. Знаете, могу всем с уверенностью сказать, что осложнений из 200 проживающих в доме-интернате всего лишь возникла температура у двоих получателей социальных услуг, а это все люди, которые 90-90 лет. В Южкороле, по словам мэра города Евгения Маслова, вакцинировано 50% взрослого населения. По числу вакцинированных от ковида столица на третьем месте среди муниципалитетов. Здесь есть еще к чему стремиться. Показатель столицы третье место по муниципалитетам держит на сегодняшний день. Это не самый лучший показатель, имею в виду, что у нас компактно люди проживают. Конечно, нам нужно иметь цифры гораздо лучше. Тем не менее, действительно работу вместе с каждым министерством мы ведем, потому что в основном у нас и Минэкономики, и все, как бы, срочные в городе, очень сильно помогают для того, чтобы разъяснять. Сделать прививку от коронавируса сегодня можно во всех поликлиниках республики. Развернуты мобильные пункты. А в центре Йошкар-Алы продолжает работать центр вакцинации, где нет пересечения потоков пациентов. Медики готовы выезжать и на предприятия, чтобы формирование коллективного иммунитета происходило, что называется, без отрыва от производства. И это единственный метод, который может вернуть жителей республики к привычной допандемийной жизни. Другого нет. Продолжение следует...